привет дорогие подписчики вы на канале левоцкий хаос сегодня очередной наш день на нашем участке сегодня у нас в планах это сделать подсветку подсептик уплотнить грунт песчаным грунтом будем уплотнение делать вторая главная задача которую мы будем делать это сегодня попытаемся в скважину опустить насос будем потихоньку прокачивать скважину я уже приезжал сюда не в планово как-то так получилось я уже начал делать подсыпку вот уплотнение сделал так как трактор выкопал чуть чуть больше накидать пришлось известняка грубо говоря такую мостовую сделал вот тут уже произвел немножко уплотнение вот сделал так что мы сегодня продолжим вот это вот уплотнение под кольца именно сколько кольца септика так что у нас сегодня небольшие такие планы есть так что оставайтесь смотрим дальше я буду по возможности что-то объяснять и рассказывать насос gx 5550 так что у нас где-то вот с этим насосом в системе должно быть оставаться около трех бар так что тут вообще все очки бомбони еще ребят я извиняюсь что без майки в питере очень мало бывает солнца поэтому любое солнце хочется словить в следующем видео я расскажу и покажу как подбирать насос для скважин будет интересно так как промониторил много информации в интернете а также получил полезную информацию от друзей который уже долгое время занимается бурением скважин и разводка сантехнического оборудования в комплект насоса входит обратный клапан так что нам ничего не остается как просто все скрутить мы не будем выполнять герметизацию стыков так как наша задача заключается быстро все собрать прокачать и разобрать все обратно ребят как-то я тут сильно отдыхаю воздействие насосом иду еще пару лопатки насос мы будем подвешивать с помощью нержавеющего троса который был приобретен для последующего обустройства скважина все необходимые расходники для этого имеются в специализированных магазинах по продаже скважинного оборудования насос я буду вешать как я уже говорил на 12 метров потому что ну посмотрим вообще как они будут работать поседи которые уже здесь сбили вот этот вот строитель который да этот дом строил мутострей стоит рядышком еще он говорит насос кидает на 10 метров 4 кубовик и вода все время прибывает то есть сухого хода никогда нет сейчас посмотрим что у нас получится надеюсь что тоже будет все хорошо продолжаем где-то здесь мы должны остановиться будем надо пойти пару лопатки пока пока есть силы я более подробно все равно буду рассказывать как подключать скважинный насос сейчас на этом не акцентирую сильно внимание так как мы просто прокачиваем вот такую петельку мы сделали пошлите потянем еще болты которые возле насоса осталось раскатать электрический кабель насоса и зафиксировать его к пнд трубе с помощью пластиковых хомутов также отдельными хомутами мы фиксируем металлический трос это все нужно чтобы трос и кабель не перетирались осталось сейчас вот здесь залезть в котлован отпилить немножко трубы у нас ну немножко так нормально метра 3 и получается можно кидать насос и подключать его к электричеству и будем смотреть как у нас вода откачивается так что скоро самое интересное я пойду пару лопатки по каким и 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 у нас же должна здесь пойти вода, так что включаем. Как видите, вода у нас пошла. Теперь осталось только не пропустить сухого хода, если у нас будет. Ну что, а мы пока пошли копать. Наше дело сегодня заманит. Копать, копать и копать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так происходит наш процесс. Трудно, нудно, медленно. Но потихоньку он все идет, идет, идет. Мне бы еще вот завтра заеду, наверное, нивелир возьму, выровняю площадку. Нивелиром он стреляет, только мне нужен помощник. Но я думаю, завтра кто-нибудь из рабочих там будет, поможет мне рейку подержать. Так что, не переключаемся, дальше смотрим. У нас еще есть водичка, у нас до сих пор все бежит. Тучки, которые вот эти вот темненькие были, я не знаю, в какие они еще сторон уйдут. Ну, блин, страшно. Вот так. Так что, продолжаем работать. Так, ребят, немного распогодилось, поэтому приступим. Вот я уже тут накидал песок, мне осталось его разровнять. Я думал, нивелиром это сделаю, а потом вспомнил, что у меня в машине валяется лазерный уровень. Похоже, может с помощью его. Сейчас посмотрим, как будет дело идти. Так что, вперед! Ребят, на сегодня уже все. Закрываемся, потому что уже и темнеет, уже и солнце спряталось. Еще до Питера ехать далеко. Водичка как у нас шла, так и шла. Видите, что мы можем сделать? Воды у нас хватает и будет избытки достаточно. Это меня уже сегодня радует. По сегодняшнему, что мы еще сделали. Подцепку под септик, который мы делаем. Я еще, как уже не единожды раз говорил, расскажу, что такое септик, для чего он нужен. Как рассчитать подушку, фильтрующую под колодец фильтрующий. Много будет еще чего интересного. Вот на сегодня мы сделали вот такую вот подцепочку. Вот по итогу. Смотрите, что мы наблюдаем. Вот осталось чуть-чуть. Завтра я здесь сделаю заборчик, потому что сюда надо будет щебень всыпать. Щебень где-то около 1,3 метра у нас получится. Так что у нас много еще чего интересного будет. В пятницу, мне уже сегодня сказали, стоит ожидать кольца. Поэтому в пятницу будет тоже хороший день. Будет монтаж железобетонных колец. Под септик и под кессон. В кессоне я вообще ничего не делал сегодня. Только вот подключил скважину, подключил скважину и прокачиваю ее. Прокачиваю весь день. Завтра еще площадку под кессон надо будет сделать. А так у нас все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем счастливо, до встречи. Завтра. Завтра. Завтра увидимся снова. Так что не переключаемся и смотрим и ждем новых видео.